Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. Мы сможем прикоснуться словам Священного Писания. И, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. И предлагаю в самом начале пригласить Бога на эту встречу и в наши сердца. Помолимся! Любящий наш Господь и Бог, мы благодарим Тебя еще за один день, который Ты нам подарил, и еще за одну возможность сегодня свидетельствовать о Твоей любви, о том, что Ты близок к нам, и Ты слышишь молитвы каждого молящегося к Тебе. Мы просим Тебя, чтобы Ты Духом Твоим Святым присутствовал здесь, чтобы все, что будет сказано здесь, на этой программе, в этой студии, было для Твоей славы и только Твоей, потому что только Ты один достоин поклонения, хвалы и славы. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами, а также словами благодарности нашему Богу. Вы можете прямо сейчас прислать им, написав внизу под этим видео в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы будем молиться о них и обязательно передадим наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостя нашей сегодняшней передачи – Петра Кулакова. Брат Петр, здравствуйте! Добрый день! Прежде чем вы поделитесь своим молитвенным опытом, расскажите немножечко о себе. Ну так, на всякий случай, потому что вдруг кто-то из наших слушателей или зрителей вас не знает. Хотя я в этом сомневаюсь. Хорошо. Откуда вы родом и какими судьбами вы здесь оказались в Сакраменто? Я родился в Узбекистане, именно в городе Коканди, там, где мой отец находился тоже в изгнании. И поэтому там не было адвентистской церкви какой-то большой. Были у меня братья и сестры, но я был пятым в семье в то время. И, естественно, мои родители стремились учить нас, как детей своих, любить Бога, любить людей, читать Слово Божие. Поэтому первые три года моей жизни прошли в Узбекистане, а детство мое прошло в Казахстане, в городе Чемкенте. Там, где я уже в школу пошел, там, где я уже более был в сознательном возрасте. А позже уже, конечно, я был в Центральной России и совершал служение духовное. Да, да, мы помним об этом, я помню, во всяком случае, я думаю, многие из наших зрителей вас уже помним там, в России, в Центральной России. Значит, вы в Узбекистане родились, да, и Михаил Петрович Кулаков – это ваш отец. Отец. Когда у нас в гостях был недавно ваш старший брат Павел Кулаков, он сказал, что в вашей семье это не просто была добрая традиция молиться утром, вечером, всегда. Вы никуда не выходили, как он рассказывал, не помолившись. И это не просто была традиция, он сказал, это был образ жизни. Так это было у вас, да, в семье? Верно, именно так я помню наше детство, потому что родители наши верили в силу молитвы, и отец, и мать, они были искренне верующими людьми, они любили Слово Божие, они видели Божье руководство в их жизни, и даже в жизни их родителей. Они тоже несли это знамя духовное, Божьей силы, они учились от своих родителей, но для них это был и личный опыт, как известно и вам, и другим, что отец прошел через многие трудности, переживания, преследования. Именно там он тоже учился доверять Богу. И мать наша тоже, она настолько, мама наша была верующая, доверяющая каждому Слову. Она и сейчас такая же, она еще жива. Да, слава Богу. И продолжает жить, и продолжает молиться, хотя ей уже сложно, естественно, ее уже сознание не то, какое оно было раньше. Но, тем не менее, она молится о всех нас, хотя ей 90 лет сейчас. Но для нас они, конечно, были авторитетом. Они всегда были для нас авторитетом. Мы их любили, уважали и учились от них. И никогда день не начинался без молитвы, день не заканчивался. Я очень хорошо помню, когда нас родители провожали в школу, и всем надо было идти в коммунистическую, советскую школу, то вот всех собирали кружочком, чтобы со всеми помолиться и дать духовный заряд. Потому что мы шли в ту среду, которая была враждебна по отношению к нам, как к христианам. Поэтому у нас должна была быть готовность, должна была быть сила. Сила Духа, да. Да, но все начиналось в раннем возрасте и для меня лично, поскольку у меня сохранилась, вернее, даже не у меня, а в нашей семье запись, где наш отец вечером, в пятницу проводит библейское занятие со всеми детьми. Это в семье? В семье? Это не то, что кто-то пришел в домашнюю церковь? Нет, только члены семьи, дети, папа и мама. И эта запись на магнитофоне сделана, где отец спрашивает мою сестру Лину, а что ты думаешь? Или Павла спрашивает, Павел, а какое твое мнение вот о том, что мы в Библии прочитали? До вас тоже доходило, хотя вы почти с вами. Дошла очередь, и там в записи, мне было, наверное, годика-полтора в то время. Полтора годика. Иван Пет, Петенька, а что ты думаешь по этому поводу? И все, что там в записи, это ля-ля-ля-ля-ля, несколько слов детского лепета. Но, тем не менее, для меня это было свидетельством, что они с детства, с самого вот этого младенчества, учили нас важность духовных истин, и слова духовного, и молитвы. Интересно. Да, и для меня это ценно, и сейчас время от времени послушать, и просто насладиться вот этими воспоминаниями о той основе духовной, которая закладывалась нашими родителями. Да, вот это интересно. Ребенок еще не мог нормально говорить. Нет, там не было никаких слов, там были звуки, но, тем не менее, он нашел время и для меня, чтобы исполнить. Вот, видите, как, слава Богу. То есть, это действительно был образ жизни. Но это образ жизни семьи, в которой вы выросли. А когда молитва стала образом жизни вашей, личной, что подвигло к этому, что это стала не просто хорошая, добрая традиция, переданная родителями, а это ваш образ жизни. Когда это наступило? Ну, у нас, естественно, в большой семье семья была нашей крепостью. И родители наши, это были наши богом на земле, понимаете? Ну, да. Мы им доверяли, мы уважали их, ценили. И поэтому, несмотря на то, что мир был для нас чуждый, мы в семье своей имели вот эту крепость. И, конечно, мы учились от наших родителей и следовали их примеру, но когда пришло время, и я был призван на службу воинскую, то я хорошо помню эти первые дни, когда я оказался вдруг оторван. Я оказался вне этой крепости духовной, где я чувствовал свою безопасность и свою защиту. И вот это вот то время, когда я должен был спросить сам себя, а что для меня лично означает вот это вот моя личная духовная жизнь, мое общение с Богом. Вот это вот был тот процесс, когда я должен был осмыслить самого себя, кто я есть. Христианин ли я? Или я просто сын того, кто доверял Богу и так пытался воспитать своих детей? И поэтому, мне кажется, даже вот эти вот первые моменты, первые часы, когда я оказался на призывном пункте, были ключевыми для меня на этом пути становления, как христианина. Потому что в моем деле, в моих документах было написано, что я верующий адвентист седьмого дня. И там были сотни других ребят, но вдруг я слышу по динамику, громкоговорителю, Петр Кулаков, пройдите в офис. Вот, и я пожал плечами, не знал, что такое, я отправился туда, и там сидит начальник, я уже не помню звание, с звездами тут, мое дело у него на столе открытое. Он смотрит это дело, листает и говорит, что ты, верующий в Бога? Ага. Я говорю, да, я верующий в Бога, я христианин. Он так посмотрел свысока на меня и говорит, ну ничего, мы таких знали раньше. Тут один был тоже такой верующий в Бога, мы его отправили, он все оставил, этот весь мрак, и стал комсомольским руководителем у нас в нашей части, поэтому и до тебя дело дойдет. И вот в тот момент я верю, что это был вот сам Дух Божий, который тоже влиял на сознание и помогал мне обрести силу и смелость, потому что я в этот момент, будучи никто, только что обритый, нас же лысенький, грязненький, худенький, маленький, я посмотрел на него и говорю, а вы знаете, у нас в церкви один из наших пресвитеров, он был руководителем коммунистической организации на заводе здесь вот в Туле, а теперь он наш пресвитер в церкви. Я не забуду это выражение лица этого офицера. Он захлопнул мое дело, отправил меня из офиса тут же, без всякого разговора, и они меня отправили домой в тот день одного. Всех отправили на службу, а меня отправили домой. Я не мог понять, что и почему. Ну, естественно, я молился и понимал, что-то произошло. Как выяснилось через 2-3 дня, что всю эту группу отправили на службу всего лишь в Калугу, рядом с Тула, рядом с домом. И они знали, что будет другой призыв через 5 дней, совершенно другие места, холодные места, далекие места, там, где ядерные заводы, где выпускают двигатели для ядерных самолетов военных. Это Урал или Сибирь? Да, это Урал. Это была Нижняя Солда и Верхняя Солда, и они отправили меня туда на службу для того, чтобы в надежде, что это перевоспитает. Что вы станете комсомольским лидером, да? Ну, смотрите, как Бог дал вам вот на тот момент вот какую-то мудрость, смелость сразу ответить. То есть, Бог тогда еще. Я думаю, это не было что-то мое. Это вот Господь использовал это духом своим и тем, что я молился и в тот же день молился. Это вот был мой... Это было начало моего личного пути, где я уже не был в зависимости столько от родителей, где папа не следил за мной, мама уже не видела, что я делаю. А где-то я должен был уже я и Бог уже начать этот путь вместе. Да, очень интересный опыт. Я уверен, вы еще много можете об армии рассказывать, но у меня еще есть пара вопросов. Вот Михаил Петрович, ваш папа, вот такую сложную жизнь, трудную прожил. Все-таки вот пять лет заключения, потом опять поселение. И я понимаю, что это больше отражается на детях, которые еще... Они просто доверяют папе, маме, да? Но у них личного вот такого, как вот тогда у вас появился опыт, нет. И обычно дети в таких семьях, они страдают. И вот тем более гонения в школе, вот это вот, как вы говорите, вот эта среда такая, ну какая-то она даже злобная для вас среда. Вот когда вот эти трудности были в детстве, вот больше вот это все, вот эти трудности разочаровывали или все-таки как-то побуждали молиться? Вот вас, как ребенка, папа, вот за ним постоянно следили, постоянно могли прийти милиция, допрашивают, как Павел рассказывал, детей допрашивают. Вот в тот момент было какое-то разочарование. Чего больше было? Вот в тот период времени становления и взросления, я должен сказать, что каким-то божьим чудом, ну не было у меня разочарования в связи с этим. А наоборот, была вот такая же обратная реакция сопротивления, сопротивления, что если я вижу, я прихожу в школу, там меня учат атеизму, коммунизму, молодому, молодым ленинцам быть, чтобы... То, естественно, у меня возникало желание поспорить, у меня возникало желание доказать, что они не правы, что вот есть другой путь. И вот это у меня был определенный азарт в этом отношении, именно, может быть, по природе, по натуре, по характеру. Скорее всего, вы проповедник уже тогда были. Ну вот был азарт этот. И в этом азарте, да, у меня были определенные стычки там с преподавателями. Мне приходилось иногда отвечать за свою веру перед всей школой, когда они линейку устраивали и выставляли там перед микрофоном, чтобы постыдить за веру в Бога. Но, опять же, у меня это вызывало азарт, что-то вот сказать им в противовес и показать, что я все-таки прав, потому что папа так, мама так вот учат, церкви так учат. И вот определенное достоинство в этом, заслуга, я должен сказать, родителям, конечно, принадлежит вот это вот уважение к родителям и доверие родителям. Они смогли воспитать и заложить в нас вот такой подход. И достоинство христианина, все-таки вот чувство собственного достоинства. Безусловно. Вы согласны? Оно должно присутствовать в каждом христианине. Мы дети небесного Отца. Да, и вот именно я так себя чувствовал. Поэтому вот на ваш вопрос, если вы, может быть, в тот момент ожидали, что я скажу, да, бывали тяжелые дни. Нет, оно у меня вызывало именно добрый азарт сопротивления. Я думаю, вот во многих из наших детях или молодом поколении сегодня этого не достает. Вот этого азарта сопротивления, которое с детства необходимо в этом мире сегодня. Поскольку, когда все слишком гладко и благополучно, то вот эта способность сопротивления, она не вырабатывается с детства. И потом, когда они оказываются в мире сами по себе предоставленными, и вот этому окружению светскому, то у них не выработалось сопротивление. Нет вот этого чувства сопротивления. Да, они теряются, они не знают, как реагировать, они не знают, что сказать. Им хочется уже раствориться в этой среде, чтобы не отличаться от других. А нам приходилось с детства идти против течения. Это было очень добрым делом, хорошее. Переживания были позже, и моменты были позже в жизни. Да, безусловно, когда уже вы взрослым человеком, когда служение и так далее. Но, знаете, я хочу сказать, мы же все родом Советского Союза, почему я и задал этот вопрос. У меня запечатлилась в детстве вот такая вот линейка или собрание в школе, когда вывели девочку одну, и над ней смеялись, она баптистка. Вот, и девочка вышла такая, мне ее так жалко было, ее позорили, и она ничего не сказала, она только так голову опустила. И, ну, как-то, знаете, она настолько была задавлена, я думаю, вот что этот ребенок бедный чувствовал, вот это же надломленная психика. Я, помню, пришел, маме прибежал, и маме рассказал, как мне жалко эту девочку, как вот ее унижали там. Вот. Ну, на что моя мама, ну, мы из, мама из православной семьи, и она сказала, сынок, ты знай, Бог есть, но только никому не говоря о том, что ты веришь. И вот это вот так вот задавливали, вот дети задавленные, очень многие были задавлены. Мне просто интересно было, как у вас. Ну, вы видите, вы проповедник были с детства, я так понял. Ну, а теперь следующий вопрос к вам, как к богослову, как к пастору, как к христианину. Бывает такое у христиан, что не хочется молиться, просто не хочется молиться, ввиду там разных обстоятельств, может быть, обид на Бога. Вот что с этим делать? Что бы вы посоветовали? Как вот с этим быть? Не хочется молиться. Вы знаете, молитва, это как, и вы хорошо знаете, и зрители знают, это наш разговор с Богом. Это общение с Богом. Так как я прихожу домой после работы, супруга моя, Галина, приходит домой, нам хочется пообщаться, нам хочется поделиться, поговорить. Это не значит, что мы не общаемся в течение дня. У нас там смс-ки друг к другу, там всякие улыбочки. И это нормальные отношения. Нормальные отношения в нормальном состоянии. Но Бог сотворил каждого из нас живым существом. Он не сотворил нас компьютером или машиной какой-то. Он сотворил нас эмоциональными. Он сотворил нас со способностью переживать, со способностью сострадать или волноваться, или испытывать состояние страха, или состояние радости, волнения. Внутренние боли. Внутренние боли, да. Мы все созданы по образу и подобию Божьему, поэтому мы вот такие сложные существа. И Бог это знает. Он знает, как и мы, как родители, знаем состояние наших детей иногда. Но у нас дочери выросли дома, и подростками были. И были такие же моменты, когда они приходят со школы или откуда-то еще с другого, может быть, от друзей своих. И мы видим, они уходят тихонько в комнату, и не хотят они разговаривать, не хотят общаться. Какие есть пути? Первый – это вломиться в комнату. Ну-ка, поговори со мной. Ну-ка, расскажи мне, что. Что случилось, да? Да, да. Но это не тот путь, когда человек готов говорить, когда человек готов открыться, сказать ту правду, поплакать, обнять и сказать все то, что на душе. А такие моменты приходят позже. И Бог знает это. И поэтому Бог дает нам вот это время переболеть, перестрадать, переплакать все это. Также, вот как, к примеру, в Священном Писании Илья, вы помните, да, он испытал пафос там в один момент. Все, все внимание было к нему приковано, а потом вновь угрозы, вновь переживания, вновь страх. Он бежит, и он бежит, он прячется, и он скрывается, он скрывается в этой пещере. Он плачет. Он плачет, там Господь посылает к нему, приходит к нему. Он говорит, ну иди, поговорим. Он не хочет, он не испытывает вот готовности для того, чтобы душу свою открыть, потому что у него боль. Ему эту боль, и Бог уважает нашу боль. Христос знает, что такое боль. Он сам прошел через эту боль. И был в сад гефсиманский, там и там Христос болел, и страдал, и истекал этим потом и кровью. Поэтому он знает, что нам нужно, как хороший родитель, как добрый родитель, он знает, нужно время. Дадим это время. Пусть он поплачет, потому что что-то там созревает, что-то там перерабатывается в этот момент, мелится. Господь ждет, как он стоял возле Ильи, там и ждал, что вот придет момент, придет час, и он поговорит, он откликнется, он сделает то, что нужно. Поэтому для нас важно всегда помнить, что молитва – это не заученные слова. Это не повторение каких-то фраз, которые мы уже с детства знаем и повторяем. Привыкнется. Богу такая молитва большого проку не приносит. Большой радости не несет. Большой радости не приносит. Да, или если бы я получал сообщение от моей супруги, там какие-то были бы заученные одни и те же вставленные цитаты какие-то. Ну, для меня это не надо. Мне надо же реальный человек, реальное общение. А так и Богу надо, это реальное общение. И если есть этот момент тишины, и поэтому не случайно в Священном Писании Господь часто нам говорит – успокойся, подожди, подожди. Ожидай – это слово в Ветхом Заветном часто используется – ждите, ожидайте. По-английски – bestail, он говорит. Поэтому вот это вот – подождите, доверьтесь Богу, подождите. И вот это вот состояние Господь уважает и в нас то же самое. Он ждет, чтобы мы прошли этот путь. Допустим, в моей жизни, когда я услышал о смерти моего дорогого друга, хорошего Данила Даниловича Ребанта, то для меня это было очень тяжелое переживание, потому что мы с ним, ну, с такого раннего возраста, бок о бок, трудились многие-многие-многие годы вместе. И наше это служение объединило нас настолько тесно и настолько близко, что когда я накануне с Данилом переговорил по телефону, он уже был очень слаб, на следующее утро его зять позвонил, сообщил о смерти, то, конечно, вот это вот состояние, когда, ну, не готов ты ни о чем, ни с кем говорить. Это вот то состояние, которое человек должен переболеть. Это вот мрак, это вот пройти. Долина смертной тени. Долина смертной тени, этот путь, да, надо пройти. И у каждого он по-разному. У кого-то он может занять несколько часов, может, у кого-то может день-два потребоваться для того, чтобы выйти из этого состояния. И мы все выходим, и Господь стоит у этой пещеры и ждет. Есть опасность ожесточиться. Да, есть, но я не считаю, что механический подход может изменить это. Поэтому вот тут, конечно, для нас важно знание Бога до вот этого момента, до этой долины смертной тени. Если мы его знаем, ему доверяем, и у нас есть вот это основание духовное, то, безусловно, оно нас выведет на этот путь снова доверия Богу, общения с Богом, разговоры с Богом. И Господь стоит, и Господь ждет. Так же, как отец хороший или мать стоит у двери своего подростка и ждет, когда он скажет, да, я хочу поплакать. Вот я хочу прижаться и поплакать. То есть, когда вот наступает у человека такое состояние, то есть нужно просто действительно взять какую-то паузу и поплакать. Если хочется поплакать, поплачь, но и второе, что вы сказали, вспомни то, что было раньше. Да, вспомни путь, которым Господь вел тебя до этого. И это придет на память, это придет на память, неизбежно. В этом поиске этой борьбы, страдания, боли, мрака все равно человек ищет опору. И вот эта вот опора, она проявится и в голосе Божьем, потому что Господь все равно стоит и зовет. И как важно, когда с детства родители уже вот помогают ребенку пережить этот опыт, чтобы во время испытаний он мог повернуться, туда посмотреть и успокоиться, выплакаться. И потом опять взять Папу за руку небесную и пойти вместе с ним. Хорошо, спасибо большое, спасибо за этот ответ, за советы, за эти. Но скажите, брат Петр, а какой вы молитвенный опыт приготовили к нам, нам сегодня на передаче? Мне вот так много хотелось вам рассказать сегодня, но как бы мне, как молодому человеку в то время и в те годы досталась уникальнейшая возможность стоять у истоков радио- и телевещания, христианского радио- и телевещания еще в Советском Союзе, еще не только в России. А еще это был все-таки переломный момент между... Это 80-е годы были, да? Конец, самый конец 80-х годов и самое начало вот эти 90-е годы. Поэтому, как вы знаете, что в то советское время говорить о духовном или христианском и средства массовой информации, эти были несовместимые вообще темы даже или термины. Они не могли в одном предложении использоваться, поскольку государственная машина, аппарат работал на то, чтобы всячески навязывать атеизм, отрицание Бога, подавление всякого интереса к духовному, чтобы представить церковь или священное писание верующих людей в отрицательном, негативном свете. Поэтому такая была мощная машина, налажена всем коммунистическим режимом для того, чтобы промывать мозги людей, идеологически эту страшную мрачную основу заложить, отвержение Бога и всего духовного. И действительно, что механизм, который был создан, вся система, она уникальна. Это была колоссальная, сильнейшая, мощная такая оружие. Сильнейшая, я бы сказал, в мире система, вот это оружие, которое было использовано против всего этого. И поэтому, когда у меня была возможность и было предложение выехать из Советского Союза и поехать на остров Гуам, где была студия, где можно было бы готовить христианские передачи на русском языке, чтобы их на коротких волнах вещать на территорию Советского Союза, то после многих молитв, хоть это была и уникальная возможность, мы с Галиной были молодые люди, только поженились, и нам, естественно, это было бы азартно, интересно, уехать из Советского Союза. Посмотреть, что там. Да, и где-то жить совершенно в иной стране, в другом месте. Но мы приняли решение остаться в Советском Союзе и начать эту работу внутри Советского Союза, чтобы использовать те ресурсы, интеллектуальные ресурсы, возможности, средства массовой информации верою, молитвою и верою, сказать, нет, мы будем искать пути это делать здесь. И решили для начала найти возможность хотя бы какие-то магнитофоны приобрести в то время. Это оборудование, да? Ленточные, да. Ну, хотя бы с чего-то, чтобы можно было что-то начать записывать для того, чтобы позже искать возможность транслировать хоть где-то. Никакой надежды не было, никаких идей в тот момент не было, но молились, молились каждый день, знали это уникальное время и возможность, Бог откроет. Вот этот вот, я думаю, может быть, это хорошо, что молодые люди... И азарт такой был. Да, им доверяют, доверяют и дают такую возможность. Поэтому вот этот вот азарт этой молодости, доверия Богу, твердое основание в Священном Писании помогло нам принять решение остаться и искать этот путь. Поэтому я помню, как в 90-м году я после многих молитв решил, я пойду к председателю областного комитета по теле и радиовещанию Тульской области. Тульская область. И вот сяду с ним и скажу, давайте мы на вашем местном радио начнем христианскую программу хоть один раз в неделю, вот чтобы выходила добрая христианская программа. Но это, безусловно, с моей стороны было, ну, абсурдно даже. Да, это абсурдно, это невероятно просто. Невероятно было. Но вот было побуждение. Я верю в то, что Дух Божий отвечает на наши молитвы. Когда мы себя открываем перед Богом и просим о Его руководстве, то и Дух Божий тоже помогает и направляет нас. Да, хотя нет возможностей, но вы уже записывали эти программы. Мы начали запись, да, начали запись и записывали их у себя дома в спальне у себя. Поскольку другой возможности не было. Да, понятно. И я помню, я пришел в эту приемную этого комитета областного по радиотелевещанию, попросился на прием, сел прямо там у секретаря, сижу, жду. И час проходит, и два, и три проходит. Я все жду, там люди большие всякие заходят, выходят. Все что-то там, все заняты делами какими-то. Потом под самый конец дня вдруг уже дверь открывается, и секретарь говорит, ну все, вот что-то ты хотел. Быстренько, да? Да, что там надо, что надо. Но я зашел, огромный кабинет, он областной начальник, он член комитета коммунистической партии по районному комитету, областного комитета по Тульской области. Я пришел, сел, и вот я был поражен, что в тот момент я не испытывал никакого волнения. Но вы же молились. Именно, да, была какая-то хорошая дерзость духовная, такая вот божественная, что божье дело, это божье дело, поэтому чего бояться. И поэтому я сел и говорю, я его помню фамилию, хорошо его матушкин фамилия была, я говорю. Хорошая фамилия. Да, слушайте, я вот хочу предложить вашему вот здесь телерадиовещанию раз в неделю добрую духовную христианскую программу. Он не знал, что сказать, он что-то со стула не упал. Он смотрит на меня какими-то остекленевшими глазами, потом он стал смеяться, он просто вот стал смеяться. Он говорит, ты же знаешь, это же наше коммунистическое радио, а ты нам предлагаешь, чтобы мы какую-то христианскую духовную программу тут вещали на нашем радио. А я говорю, да, представьте, вы будете первым, никто во всем Советском Союзе этого не делает. Вы станете первым, а вас заговорят люди. Все скажут, что вы сделали это первым. И вот тут я знаю, он задумался, вот когда его коснулось лично, он задумался, и что-то он так заинтересовался этим, что он будет первым, что вот он станет этим известен, и что что-то такое произойдет необычное. Он говорит, ну, интересно, надо подумать. Я смотрю, он берет трубку, зовет директора отдела программ радио и говорит, слушай, вот тут пришел один молодой человек, нам духовную программу предлагает на радио, что ты думаешь по этому поводу? А тут оказался какой-то очень открытого ума человек, но он говорит, ну, можно, давай посмотрим, давайте сделаем. Вот он смотрит на меня и говорит, ну, а когда? Я говорю, я не знаю, когда дадите время, тогда мы и будем, и будем вещать. Ну, они там открыли расписание, посмотрели, говорят, вот в пятницу можем дать время, в 7 вечера, перед началом основного выпуска новостей. Ух ты, это хорошее время. Вернее, в 6.40, он сказал, вот 20 минут, а в 7 у нас выпуск новостей вечерний. Я говорю, ну, это идеально. Это отлично, это идеальное время. Ну, он говорит, ну, ладно, давай посмотрим, что будет, приноси программу. А я говорю, вы знаете, мы дома записываем, они плохого качества, что я не уверен, что оно подойдет для вас. Он опять смеется, ты ко мне пришел, предлагаешь, а у тебя, говорит, толком и программа нет. Ничего нет еще, да. Он зовет директора студии своей и говорит, ну, что, найдешь там время, чтобы он приходил, вот тут записывал программу. Тут, говорит, найду. Найду, вот, нашли время, мы стали записывать, я помню тот момент, тот первый день, когда в эфире, первый раз в жизни, в истории Советского Союза, вообще, когда-либо на радио зазвучала первая христианская программа. И она зазвучала. И эти вот в 6.40 мы всей семьей сидели возле этой радиоточки, ждали начала этого эфира, и она зазвучала. И выходила еженедельно, и интерес был огромный, столько стало писем, мы давали адрес, столько писем, интерес был. А письма к вам приходили или туда? Нет, мы давали свой адрес, мы давали почтовый ящик, адрес почтового ящика. И как-то я захожу вечером опять, чтобы записывать, и смотрю, он поздно вечером, этот матушкин, председатель комитета, идет вниз по лестнице, увидел меня и говорит, ой, Петр, подожди, что ты тебе хотел вот рассказать. Он говорит, у меня день такой был тяжелый, на прошлой неделе, говорит, очень, пятница была такая тяжелая. У меня что-то тут со всех сторон дергали, я такой был весь расстроенный, огорченный. А вечером, говорит, сидел еще в кабинете своем, и как раз по радиоточке пошла твоя программа, он говорит, духовная. Я послушал, мне так понравилось, мне так понравилось. Он говорит, я хочу, чтобы в других областях эта программа шла. Это говорит, да, коммунист, это говорит чиновник государственной власти. Конечно, мы молились каждый день, когда эту программу готовили, когда эту программу записывали, когда эта программа звучала в эфире, молились день и ночь о том, чтобы сердца людей были тронуты. Но, может быть, из-за того, что мы, люди с вами, то не доверяли иногда, что Бог может чудо совершить. И он говорит, я завтра еду в Москву и буду встречаться с руководителями всех центральных комитетов по радио и телевещанию. Принеси мне, как можно больше этих бобин и кассет для того, чтобы я мог им отдать, им порекомендовать. У нас не было ничего записанного, мы всю ночь сидели, а там же надо в реальном времени было каждую переписывать, записывать эти копии, делать этой программы. Мы наделали, я утром прибежал туда, вручил ему эти 10 или 12, я уже не помню, бобин, и он увез. На следующий день он меня к себе позвал, он говорит, все взяли, все 12 областей взяли и сказали, будут вещать эту программу. Вот для меня это было свидетельством силы молитвы. Мы молимся, Господь открывает двери. Из-за этого чиновника вы молились? Из-за этого чиновника молились, и я и сейчас не знаю его дальнейшей судьбы, но не знаю, где он. Я полагаю, что его нет в живых уже, но тот вклад духовно-божиего дела, который он сделал, навсегда повлияло на сознание, я уверен, миллионов людей. — Слушайте, это ж какую неоценимую помощь он, мирской как бы человек, такую неоценимую помощь он церкви в проповеди Евангелия оказал. — Аминь. — Слава Богу, слушайте, такой вообще очень интересный опыт. Спасибо, спасибо, брат Петр, очень интересно сносить, слава Богу. Да, друзья, когда я поступил в военное училище и готовился к присяге, нас всех обучали строевой подготовке. И знаете, что было самым сложным для всех новобранцев в этой индивидуальной строевой подготовке? Выполнять команды кругом. Почему? Ну, нужно было развернуться на 180 градусов, при этом не потерять равновесие или на месте, или же в движении. Выполняя эту команду, можно легко потерять равновесие, даже упасть. А если взять разворот на 180 градусов в реальной жизни от безбожия к вере во Всевышнего Бога? Да так, чтобы не занесло, чтобы не упасть. Легкое ли это дело? Знаете, я восхищаюсь нашим Господом, который так чудесно разворачивает на 180 градусов мышление и жизни людей, даже тех, которые его не знают. Знаете, Библия пестрит такими вдохновляющими историями. Вспомним коротенько, так вот коротенько вспомним только троих библейских героев. Например, первый Нейман, языческий военачальник. Этот человек был грозой военных сражений не только для израильтян. Все жители Араме или Сирии были уверены, что Нейман – любимчик их главного божества Римона. Это аналог Ваала. Во всяком случае, он был любимчиком до случая, возможно, заболевания проказой. Помните, как произошло обращение Неймана на 180 градусов к Богу Яхве после исцеления от проказы, по слову пророка Моисея. И очень интересные слова он произносит, встретившись потом с пророком Елисеем. Я хочу даже прочесть. «Теперь я знаю, что нет на земле Бога, кроме как в Израиле». И дальше он говорит Елисею. «Прошу, пусть мне, твоему слуге, дадут земли израильской, сколько можно навьючить на двух мулов. И впредь я, твой слуга, больше не стану приносить жертв и всесожжений никаким Богам, кроме Господа». Какой резкий поворот на 180 градусов, да? Второй герой или второй случай – обращение Евнуха, чиновника Ефиопской царицы Кадакии. Наверное, это была самая короткая евангельская кампания через Филиппа. О чем говорят слова Евнуха Филиппу? Помните, что он сказал? «Видишь, вот вода, что препятствует мне креститься? Разве это не крутой разворот?» Или третий случай? Вспомним иудейского богослова и, ну, можем назвать даже фанатика Савла. Сколько же горя и страданий принес он первоапостольской церкви, прежде чем стал Павлом. Разве могли христиане предположить, что Савл превратится в Павла? Мог ли кто из людей убедить Савла обратиться и принять христианство? Это было из серии «Невероятного». Ведь он, как и все иудеи, видели и строили светлое будущее по-своему. Но у нашего Небесного Отца есть чувство юмора. Он невероятное сделал очевидным. Обращение было настолько ярким и основательным, что лучшим помощником первоапостольской церкви в проповеди Евангелия язычникам не было во все времена. Знаете, друзья, я так вот думаю, что помогло всем этим и другим людям обратиться на 180 градусов и принять истинного Бога в сердце. Ведь Бог-то не навязывается. Бог ценит свободу выбора. Ну, можно сказать, если в случае с Нейманом видимым было чудо исцеления, а у Савла сверхъестественное явление Христа. Но что послужило толчком к обращению Ефиоплянина? Кто-то скажет, может, в семье с детства прививалась вера? Может, кто-то когда-то им уже посеял семя истины? Конечно же. Но, может быть, друзья, было еще что-то в их жизни? Скажите, разве не молилась та девочка за своего господина Неймана? И разве христиане в молитвах просили только защиты от этого взбешенного Савла? А думаете, наш гость Петр и другие молились только о получении разрешения разместить свою программу? Разве они не молились за людей? Да, чуден и велик наш Небесный Папа. Он решает все вопросы в комплексе. А если так, то, может, не стоит отчаиваться, когда те, кто нам дорог, еще не развернулись на 180 градусов к Спасителю. Конечно, Бог не навязывается, но по молитвам Он творит чудеса. Вопрос только времени и веры. А вы сами что об этом думаете? Друзья, с молитвенными просьбами, которые мы получили в течение этой недели, вы уже ознакомились в начале нашей программы. Вы сможете прочесть еще эти молитвенные просьбы в конце. А те просьбы, которые вы отправили во время этого эфира, мы обязательно передадим молитвенные группы и будем молиться о них и покажем их в следующем выпуске. А сейчас я хочу нашего гостя Петра попросить совершить молитву о всех тех просьбах, которые пришли к нам на этой неделе, и о всех тех просьбах, которые мы сейчас не можем или еще не получили, или не можем прочесть. Бог-то знает. Брат Петр, пожалуйста, помолитесь, потому что многие люди пишут на нашу программу. И вы знаете, какие есть проблемы сейчас, о чем люди просят. Пожалуйста, совершите молитву. И, пожалуйста, еще и помолитесь не только об этих просьбах, а помолитесь, пожалуйста, о том, чтобы и наша Церковь, и все церкви по всему миру имели вот это желание и такую, ну, как бы, не сказать дерзость, а вот как-то такое вот, чтобы желание распространять весть Евангелия, делиться им, молиться, молиться за чиновников, за людей, которые, казалось бы, могут только строить препятствия, чтобы была у нас эта вера, как она была у вас в те годы. Помолитесь, пожалуйста. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня видим, Господи, чудеса Твоей силы. Мы видим, Господи, как Ты открываешь двери для проповеди Евангелия во многих странах. Мы видим, Господи, как Ты заботишься и ведешь свою Церковь по многим городам. Здесь, в Соединенных Штатах, и в Европе, и на других континентах. И мы, Господи, молимся о том, чтобы весть Твоя продолжала звучать. О том, чтобы люди в Тебе могли найти утешение и надежду. Господи, Ты знаешь, что многие люди присылают свои просьбы о своих близких, о своих мужьях или женах, о детях своих, о своих матерях, отцах, о соседях, о близких для них. И мы, Господи, знаем, они любят их, они переживают о них. Кто-то болен, кто-то готовится к операции, кому-то нужно восстановление после операции. Господи, мы знаем, что для Тебя нет ничего невозможного. Пусть Твоя целительная рука прикоснется к каждому из них. Пусть Твоя сила будет дарована тем, Господи, кто сегодня чувствует себя подавленным, удрученным, огорченным. Защити их, Господи, поддержи их, чтобы они в Тебе искали эту защиту и знали. Своим оружием мы потерпим поражение. Но если мы, Господи, прильнем к Тебе, будем идти рядом с Тобою, Ты знаешь, как побеждать, и Ты будешь вести нас к духовным победам. Я прошу, чтобы каждая молитва, Господи, была услышана. Чтобы люди в этих молитвенных ответах нашли для себя уверенность в том, что Ты, Господи, печешься о них, что Ты знаешь о них, каждое имя Тебе известно, и что Ты не безразличен к жизни этих людей. Пусть в этом исцелении, поддержке, силе и утешении проявится Твоя сила и любовь. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Большое спасибо, брат Петр, и за молитву, и за вообще опыт жизненный, и за эту историю, вот этот молитвенный опыт. Это просто чудесно, как Господь открыл двери для Евангелия в том еще Советском Союзе. Спасибо Вам огромное. Пусть Господь благословит Вас и в служении, и в личной жизни, даст Вам радость и за детей, и за внуков. Божьих Вам благословений. Спасибо большое. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. И я благодарен Богу и Вам за время, которое мы провели вместе. Еще раз хочу напомнить, если у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, в нашей передаче, пожалуйста, позвоните по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит и хранит Вас. Продолжение следует...